Ауэй Ну что, господа Не ожидали меня таким увидеть? Смотрим ролик Всем здрасте Всех рад видеть Будут, конечно, комментарии И комментарии, в частности, хейтеров Привет вам, господа хейтеры Тролли там, как вас обозвают Смотрите ролик Ребятки, что хотел бы я вам рассказать О себе Как у меня было запланировано Я приобрел машину Потаксовал Торговал картошкой Но это о том, как я Стараюсь удержаться на плаву И иметь финансово Больше, чем на минимуме зарплаты Так вот, в этот раз Я поехал работать помощником по хозяйству За очень хорошие деньги Очень серьезную контору Это не один квадратный километр площадью Имеет несколько домов Только, скажем, зимняя бербекюсница Там, где жарят мясо Она имеет площадь Больше моего дома У меня 1, 2, 3, 4, 5 комнат Ну, 4 комнаты кухни, коридор Ванна там По площади больше Там такая русская печь, лежанка Ну, все эти приколы Вот в процессе разговора с вами Я некоторые фотки покажу Там имеется колоссальный гостевой дом Имеется основной дом Где хозяева зимуют, ночуют Ну, приезжают погулять, что называется Всякого рода там тропинки К водоемам выложены сотнями метров Тропинки по лесу Которая должна была на снегоходе утрамбовывать Но тогда еще снега мало было И не утрамбовывал Ну, и так далее Там летняя бербекюсница Там сад Гараж Еще одно помещение Забыл, как называется Потом для гостей Наверное, не для гостей, правильно сказать Ну, для таких рабочих, как я Назовем Несколько комнат Общие Это раздельные Двухэтажные Двухэтажные строения То есть, заходишь в первый этаж Тут кухня Все эти подсобки Ванны и так далее На второй этаж спальня у тебя И вот это еще одно из помещений И еще я не все помещения назвал Куча ключей Связки ключей От разного рода помещений Надо было там следить За порядком За сантехникой Чтобы не текло, не капало За электричеством Кстати, довольно сложные Всевозможные там стабилизаторы И так далее Стабилизаторы напряжения Электронные Там с таблом Все такое Высокие такие шкафы И то, к чему меня пока не успели приобщить Это видеонаблюдение Автоматическое включение света Может проводиться По всем этим лесным дорогам К водоему огромному Я просто его не называю Но это река Большая река Там я должен был работать В принципе, уже неделю отработал Но управляющий То есть, не хозяин, а управляющий Звонил и не один раз Меня спрашивал Что ты делал сегодня То есть, проверил ли ты сантехнику Проверил ли ты датчики движения Это я должен был проверять ежедневно Чтобы все Исправно работало Не дай бог Лампочка перегорела Где-то Их там сотни лампочек Значит, надо эту лампочку было заменить То есть, где-то подкапывают Устранить Это подкапывание И от меня, короче, требовалось Датчики движения Проверяются ночью Один дом я обошел Второй дом Ну, буквально, говорю, еще неделю не проработал Да, там еще уход за собаками такими Которые... Одна из них там, наверное, больше десятка людей покусала Вторая тоже уже кусала людей Вот с ними как-то нужно было наладить контакт по-быстрому Я, в принципе, за два дня наладил Это, извините, ребят, талант И гулял с ними, они меня не кусали И вот с одной из собак я Значит, один дом обошел Проверял датчики И второй дом обхожу А под этот второй дом идет съезд Подземная парковка Ну, парковка под домом Автомобиля, легкого автомобиля Вот И я в темноте не видя Ну, еще я не разбирался Прямо конкретно до метра Во всей этой архитектуре Расположение домов и прочих Пристроек к этому дому Я, что помню, уперся ногой В бордюрчик То есть вот этот съезд идет Я здесь такой, с той и с другой стороны бордюрчик Ну, чтобы, наверное, не упасть туда И, короче, я ногой почувствовал его в темноте А перед этим я хозяина просил Чтобы все вот это делать Сантехнику проверять Это же там темно, да? И ночью ходить по территории Нужен фонарик Фонарик он мне не передал Хотя обещал Потом штал сам привезу И, короче, я без фонаря поперся Хотя мог бы сказать Фонаря нет Никуда не пойду Ничего смотреть не буду Но просьба начальства Это приказ для подчиненного Потому что потом тебе в минус зачтут Что ты не пошевелился Хотя у тебя было время Короче, без фонаря я пошел Проверять эти датчики У второго дома основного Я ногой уперся в этот бордюрчик Перед ямой Высота Ну, там эти Потом охранники ходили Смотрели, а высота два метра Вот И я начал туда падать И вы знаете Я не помню тонкости Я помню только, что я начал падать Вниз головой И вот так рукой прикрылся И все Тишина Я ударился головой У меня здесь рассечено было на виске Как не убился Не знаю Удар по виску пришелся Глаз затек Все это Ну, фотки вы видите Еще увидите, если захотите Вот И все Улет полный То есть я ударился головой Вниз головой летел А как падало мое тело Я не знаю Не помню Потому что меня вырубило Ударился виском Вот Короче Первый раз Как бы я Частично пришел в себя Это Тащусь по аллее Аллея длинная В фонарях таких Как у нас в городе У вас в городе Огромные фонари стоят Над проезжей частью Вот под такими фонарями И у меня что-то я вижу Только впереди Все в тумане И туман красный какой-то Вот Как оказалось Что я упал И вот так лежал На снегу А кровь с виска Текла на одно очко И оно Просто было красного цвета Я этого не знал Себя не помнил Тело не помнил Положение тела в пространстве Не помнил Помню вот так Смотрю на эти фонари Вижу вернее Эти фонари Вот И все Второй раз Я уже более-менее Пришел в себя То есть С момента падения Значит Я второй раз Пришел Не на аллее А сижу На земле Среди собачьих клеток То есть Как я добирался С места падения До собачьих клеток Я не знаю Может я не один раз ударился Запомните Сижу Среди собачьих клеток Что я повредил В конечном итоге Это Разбил бровь Здесь Сказали что зашивать надо Но обошлось Удар Сейчас я вам даже Покажу Удар по голове Травма головного мозга То есть Сотрясение Блин Хотел пешком Пешком я ходить Ребята Не могу Это уже По прибытии сюда В Борисоглевск Снял Томограмма Или как она называется В общем Все мои мозги в разрезах Что называется Вот Потом Когда У клеток сидел И это Думаю Что у меня Это Пазуха Гаймарова Воспалилась Думаю Когда я успел Простыть А потом С каким-то перерывом Спина Думаю Когда я уже Простудил Болит спина Короче У меня вот Травма Башки была И головного мозга Спина Сильно поврежденная Представляю Вниз головы Падал Вырубился То меня и пополам Могло согнуть И в обратную сторону Выгнать То есть Сильно выгнать Позвоночник Долго Он у меня болел Значит Мой позвоночник Исследовали Аномалий Семертельных Не нашли Значит Болела пятка Сняли пятку Семертельного Ничего не нашли Но пятки Знаете Негодами Могут болеть И вот Куча фотографий Перелом Седалищного Нерва Не спрашивайте Как я сижу Сейчас Перелом Седалищной Кости Но она Не отвалилась Ну Сломалась Может быть С одной стороны Сломалась Я там Смотрел Смотрел По коже И ничего Мне не сказали Про Тазобедренный Сустав Который У меня Очень сильно Болел И сейчас Он Не дай бог И сейчас Короче Еще не выздоровел Вот такие Травмы Получил И когда Я очнулся Около Клеток Я сижу Думаю Вот спина болит Простудил Здесь простудил Когда простудил Не пойму Что я где-то упал Тоже я не понял Вообще не понял Что я упал Сижу Думаю А что сижу Типа Земля мерзла Стоять надо Собаке Первое Что это Собаке Кормил Наверное Кормить пришел Кормил Не помню Сижу Не помню Кормил А не кормил Собак А с двумя Я уже погулял Одну уже закрыл А вторая Она огромная Собака И у нее Нежесткий поводок Обыкновенный Ошейник Нежесткий Ошейник Обыкновенный То есть если эти там 50-70 килограмм С разбегу А она это Рвет все время Тебя дернет То и руку Выдернуть может Что я подозреваю Что-то в яму Я сыграл Собака Дернула меня А я уже Ногой Упирался В бортик То есть я не успел Ногу задрать Поставить ее Каким-то там Образом Хотя может и успел Но попал Ногой в яму Иначе почему У меня в паху Я так ощущаю Порванной связке В позабедренном суставе Что-то у меня там Не суть важно Короче Сижу Ну Вдруг понимаю Что беда А Попробовал встать на ноги И понял Что беда Еще с ногой Спина не слушается И так далее Я побрел Вот здесь уже хорошо Помню Что по крайней мере Часть дороги Я не полз А шел Добрел до А Кстати Там где я упал До клеток Метров 350 Вот так где-то 400 может быть Вот то есть Как я добирался Хрен его знает Ребята Хрен его знает Вот это Перезакровавленное очко Куда-то вверх Что-то такое Смотрел На автомате Полз Или не знаю Вообще В памяти Ни копейки У меня не осталось Только очнулся Говорю Более-менее Когда сидел После этих собачьих клеток Короче До Сторожа Дополз Он Сходил За девчиной Одной Там Конями Занималась Это Одна из Отраслей Или Прихоти Хозяина Еще и Конями Заниматься Породой Какой-то Там Уседми Вот И они Меня вдвоем Заволокли Ко мне На второй этаж Положили И забыли Утром Приходит Второй Сторож И тот Уже Мужик 72 года Моей закалки Он Он Уже Поддерживал Приходил Ко мне Вот Ну а я Остался Предоставленный Сам себе На чужбиню Значит Позвонил Домой Сказал Так и так Влип До конца Не зная Что со мной Короче Хана Через два часа Мы собрались И поехали Ко мне Значит Туда Ехать Тысячу Около Тысяча Трехсот Километров Они поехали За мной Звонил Этому Выправляющему Говорю Так и так Влип Говорит А вы обращались В скорую Ну к слову сказать Скорая Скорая Это Ближайшая Скорая Это 70 километров От того места Где я был В глухом лесу А Квалифицированная больница Километров 300 И вот Мне этот Управляющий Предложил Обратиться В скорую А скорая Естественно Отвезла Меня в больницу И меня Стали там Лечить Как сейчас Лечат Особенно В глубинке Вы знаете И вообще Как лечиться С такими травмами Что не встать Ничего На чужбине Где ни родственников Никого нет Естественно Я Отверг Это все Дождался Ну и как я себя чувствовал То есть Меня Сторож Девчина Бросили вечером Положили На кровать А мне же хочется В туалет Я со второго этажа Ну сползал я Минут 10-15 Поднимался я Минут До 40 То есть Я Руками Поднимал ноги Преозмогал боль На пару ступенек Ложился Отдыхал Потом опять Вот такая Вот по ступенькам Вот так вот Задираясь Руками ноги Переваливаясь На локтях На руках В общем Я заползался наверх А потом Чтобы пописать В следующий раз Я опять Таким образом Спускался В общем Заняца Приехали мои Забрали меня Дали обезболивающее Классное Обезболивающее Блин Показать тоже надо Ребята Ходить надо Все Не нашел Я во втором ролике Вам покажу Все лекарства Которые у меня лечился Видите Оно очень важно Для вас Потому что Каждый может Оказаться Такой ситуация Короче Дали это Обезболивающее Которое В следующем ролике Покажу Посадили меня На переднее сидение Баночку Чтоб я не вставал Писал И вот поехали Приехали сюда Меня положили Сразу А хотели сразу Вечером Я сказал Никаких гвоздей Утром Дайте хоть Отдышаться Дышаться в себя Прийти Потому что У меня И моральный Сильный удар Был такой Психологический Хоть прийти в себя Ну короче Я отвалялся Утром Меня повезли Естественно Вставать не могу Ничего не могу Меня на какие-то Клеенчатые Носилки Переложили Сняли Повозили Везде Сняли Вот эти Все Граммы Томограммы И Врач Меня посмотрел Посмотрел Эти томограммы В общем Уложил Уложил Лечиться На больницу Больницу Я никогда не любил Значит Положили Утром Врача Нет Никаких Рекомендаций Шевелиться Не шевелиться Загипсуют Меня Или же Надо будет Операцию Делать Конечно Я выяснил Что операцию Делать не буду Но что мне делать Мне так же Хочется в туалет Хорошо Вот эту штуку Мне это Подкатили сразу Опять же Родственники Знакомые Помогли И я с этой штукой Стал ходить В туалет Несмотря на то Что у меня Сломана кость Что у меня Сустав тазобедренный Выбитый Или что там Или порванные связки В общем Нарушение Сильное И тут Пролетает Начинает Качать У меня Антибиотики А Антибиотики Литрами Какую-то жидкость Заливать Я сестре Говорю Что вы мне Качаете Врач Сказал Да где врач Пускай Расскажет Мое тело Мое тело И мне закачивают Меня и спрашивают Согласен я или нет Причем Я в больнице Понаблюдал Там Напарник лежал Он даже не спрашивает К нему прилетают Нужно было Стержень из кости Здесь ему вытащить Укол в живот Капельницу какую-то Я говорю Зачем тебе это делать Ты спросил Не спросил Наверное от того Я говорю А тебе надо это Тебе надо вытащить И уехать А тебе вот Несколько дней Будут фигач На следующий день Ему укол в живот Он так и не спросил Зачем И многие Принимают Все эти лекарства Они нафиг Не нужны Короче Я говорю Антибиотик Зачем Ну вот врач Прописал Я говорю Простыл Или что Или у меня Брушная полость Воспалилась Или еще что-то Антибиотики Антибио Это с греческого Убить жизнь Убивает микрофлору Кишечник Организма Иммунитет падает Начнут всякие болячки Прилипать И так далее Как мой в отца положили Он подхватил В больнице Ковид От него в больнице И умер Но говорю Не антибиотиков Никаких А с остальными Я потом выясню Пока Был Забивайте Антибиотик Прибежали Бумагу Мне принесли Я подписался Расписался Что отказываюсь От него И короче Я там полтора суток Пролежал Первую ночь Армия тараканов Ползает по тебе Кругом чистенько Жрать нечего И да в томбочках И они тебя Покусывают нежно На шее На лице На руке На ноге И всю ночь Ты не спишь Напарник Больной Спит Храпит Я всю ночь Слушаю Как он храпит И ему пофигу Ползают по нему Тараканы или нет Короче На следующий день Я своим звоню Говорю Девочки Мальчики Забирайте меня отсюда Колят Не поверняют А вливают Не пойми что Тараканы Блин Нервотрепка Спать не могу И они меня забрали Вот на этом Я остановлюсь Все будет в следующем ролике Лечиться надо Я стал лечиться Народными средствами Ребята Народными средствами Какими Насколько это эффективно Я расскажу вам В следующем выпуске С момента Как я упал И не мог двигаться Почти Что там Где я полз Как не знаю До этого момента Прошло Максимум Максимум Недели две У меня серьезные улучшения Кстати Собираюсь Через недельку Пусть меня даже Усадят В машину Таксовать Если сам не заберусь Вот что Хотел Буду таксовать Деньги надо зарабатывать Сейчас в компьютере Лазю Попробую Что-то в интернете Заработки найти Как обычно То есть Помирать Не собираюсь Не собираюсь Пацаны Вот такие дела Так я влип Хейтерам привет Наверняка Начнут что-то писать Или Писать Начнут В чат Писать Начнут Сать В глаза Но остальные Ребята Для вас Рассказал Имейте ввиду Еще раз говорю Что В следующем В следующем Ролике Я расскажу Чем Как лечусь Насколько Это эффективно А это Эффективно Пацаны Все расскажу Не Теряйтесь Писать